Сегодня четверг и как бы в четверг у нас анбоксинг, но при этом при всем последнее время в четверг на анбоксинге у нас происходит то, что мы распаковываем что-то, а уже в субботу или во вторник рассказываем про это. Так и сегодня, я сегодня распакую этот Asus, не факт, что я про него расскажу, в общем посмотрим на что он способен, в нем 300 герц, и салам, запускай промо. Вот такая вот должна быть комплектация. Реально вот, чтобы вы понимали, этот ноут стоит примерно как и тот Acer, но при этом тут дополнительная коробка с ноутбуком, тут рюкзак для ноутбука, дополнительное видео, хватит вы что, остановитесь. Кстати, там, подожди, тут короче, чтобы вы понимали, тут реально прослойка, смотри, видно, видно, там прослойка специальная, чтобы он не ерзал типа по коробке, ну дорогой ноут, камон. Рок, просто, еще отклеивается, все покажет. Короче, вот такой вот рюкзак, вы его видите на своих экранах, прикольная вещь, но мне интересен не он, мне интересен вот этот Strix, это ROG Strix 300 герц. Более подробную сейчас информацию по видюхе и всему основному я вам скажу чуть попозже. Просто, чтобы вы понимали, расскажу небольшую предысторию. Я сегодня спускаюсь вниз, ну, в магазин, в поисках чего-то, что можно, интересно было бы распаковать и рассказать про это. Мы с нашим оператором находим этот ноут, и такие типа... Железо, честно, оно слабее, чем в том Айсере, в предыдущем, если вы не смотрели, гляньте ролик. Но герцовка его нас прям очень сильно заинтересовала, и поэтому... Он какой-то, знаешь, типа, он меньше, чем та семнашка, но при этом вкусно. Так, сам ноут, это нам нафиг не интересно, нам интересна комплектация. Здесь у нас MyAsus, все, что вам нужно знать для идеального использования ПК. Asus Premium Care, круглосуточная онлайн-поддержка, Link to MyAsus. Тут куча QR-кодов и всего остального интересного и неинтересного. Тут еще какая-то макулатурка, и, 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 легендарная. Добро пожаловать в Республику Геймеров. Я думал, сейчас они напишут, добро пожаловать в Республику Дагестан. Я такой, типа, чего? Неожиданно. В общем, покажешь, это тоже все. На черно-белом принтере распечатали. Остановитесь, куда вы? Так, тут не написано комплектация его, характеристики точнее. Едем дальше. Ой, тут еще... Оу! Сколько... Чтобы вы понимали, это такая... Нетронутая коробка, я хотел другой слово подобрать. Такая нетронутая коробка, что конец просто. Чтобы вы понимали, там вот эти вот пазы, через которые нужно палец засунуть и открыть, они до... Как бы тебе сложно, не бог. Возьми, да, эту камеру. Я и только что открыл ее. Типа... В эйсерах не было просто ничего. Тут как бы... Отсек есть, но в этом отсеке ни хрена нет. Типа, чё? Чтобы ты понимал, там пусто сейчас. Так, едем дальше. Ой, ну вот здесь у нас тут дорого-богато. Тут кабель питания, блок питания. Ой, вот чего у вас, цифр, не отнять? Это вот стиляги. Вот у них стиль реально. Рейзеры они, вот стиля вот прям не занимает. Реально, посмотрите. Он на самом деле не совсем легкий, этот блок питания, но он... Он такой добро... Я потом покажу. Ладно, блин, у меня тут есть тема одна. Я не пойму, нахрена они сделали этот отсек? Он пустой. Тут вообще ничего нет. Я закрою, пожалуй. Итак, переходим к самому интересному, ребята. Можешь сказать точную цену этого ноута? Пахнет, знаешь, чем? Вот когда ты в школу покупаешь ручки, тетради, рюкзак новый. Вот этим пахнет, отвечаю. Вот именно новизной рюкзака, вот этого вот всего, понимаешь? И знаете, угадайте, что здесь? Здесь, здесь мое любимое. Угадайте, где зарядка. Как и у всех людей. Сзади должен быть какой-то выход, понимаешь? У человека не просто так сзади выход. И тут USB, Type-C, HDMI, Ethernet, все находится сзади. И Asus'ы решили переплюнуть предыдущий Acer. Тут на боковинке у нас, на левом боку у нас два USB, джек. Картридера нету. А на правом вообще ничего нет, типа вот как-то так. И никак иначе, слезы на щеках. Нам это все не интересно. Наша задача сегодня познать дзен, так сказать. Ууу, 300 герц, 3 миллисекунды отклика, просто. У нас 5 серия, 9 райзен. Опять райзены. Так, что вы издеваетесь? Второй ролик подряд. Wi-Fi 6. Подсветка, огнище, честно. Вот это вот сбоку особенно. Просто. Да ты шо, приколдос. Тут нет винды. Этот ноут в сборе продается без винды. Тут у нас получается 5900HX, как их было. Ой, тут 3060. 3060HX, 16, правда, гигов оперативной памяти. В Asus'е было чуть поболее. В общем, моя задача в ближайшие пару дней. Во-первых, сделать обзор, получается, на герцовку. Либо я монитор возьму, либо... Если я не беру монитор, то тогда нужно, получается, делать на нем. Но мне кажется, что 300 FPS я смогу вытащить только в каких-нибудь Counter-Strike. Короче, сделаем так. Так, мы сделаем сегодня анбокс, как вы уже видели. Я накачу на него в винду, накачу все, установлю все приколдосы на него. Потому что до завтра, то что в четверг мы договаривались железно выпускать анбоксы, я не успею железно все показать вам. А в субботу мы уже полностью его затестим. Посмотрим на герцовку, Counter-Strike, все вот эти Valorant и все остальное. Максимально опустим настройки графики, чтобы вытащить максимальный FPS из этого всего. И при этом, при всем, я видел у всяких Шоков и всех остальных, они пытаются на Dusty тестить mid. Ну, типа вот, когда на пробег кейсеры поймут. Это тоже, зато есть, у меня сомнительная реакция в этом плане. Но попробуем, почему нет. Как-то так, и никак иначе. Ну, подсветка, ну, дизайн, ну, Asus, ё-моё, какая ты сказка все-таки. Но комплектация при этом, при всем, отличная, реально отличная. У меня на этом все. Ждите субботу, в субботу железно будет обзор на него. Чего не отнять мне к этому дизайну. Счастливо. С Новым годом. С Новым годом.